Алайна Салах. Порочная месть. Аннотация. Глава первая. За пять лет до основных событий. Порочная месть. Я встречаю день рождения не в роскошном кафе, а в нашей тесной гостиной. Главное, что на столе есть мои любимые тако и праздничный торт с розово-кремовой надписью «С днём рождения Эрика». А рядом со мной люди, которые мне дороги. Подруги Кристин и Анжела, наш сосед Макс, сам Артур и, конечно, Кейн, его лучший друг, в которого я влюблена с тех пор, как надела свой первый бюстгальтер. «Чего ты там копаешься, Эрика?» Кристин толкает меня в бок острым кружевным локтем и недовольно хмурит брови. Вот у кого не возникает проблем с тем, что грудь лезет из выреза платья, как поднявшееся тесто. Подруга, кажется, перестала расти, как только ей стукнуло 14, сохранив пропорции миниатюрного подростка. Артур уже разлил вино, а Кейн выглядит так, словно ему скучно. Кристин всегда знает, на что надавить, чтобы получить желаемое. Она, как и я, с ума сходит по Кейну, но тоже совершенно безответна. Он бывает у нас дома едва ли не каждый день и каждый раз смотрит на меня и подруг, как на надоевший предмет интерьера. Исключения составляют лишь те случаи, когда он разговаривает с Артуром, ледяная корка на красивом лице трескается, являя на свет человека, которому не чужды эмоции простых смертных. В остальном же Кейн выглядит так, словно испытывает к окружающим людям брезгливость. «Слушай, может, Кейн гей?» – шепчет Кристин, когда мы, держась за руки, возвращаемся к гостиную. «В прошлое воскресенье я весь день провалялась на заднем дворе в том развратном купальнике, который привезла из Испании, а он на меня ни разу не взглянул. При взгляде на Кейна, небрежно свесившего руку через спинку стула и слушающего треп Артура, я ощущаю, как сердце превращается в тающее эскимо, и любой самый незначительный его жест отзывается в теле странным восторгом. Он не гей. Артур как-то упоминал, что Кейн оставался ночевать у знакомой, и уж они там точно не кулинарное шоу смотрели. Озвучить вслух то, что Кейн занимался с посторонней девушкой сексом, равносильно удару под дых, но я не могу позволить Кристин думать о нем плохо, потому что в моих глазах он идеален. «Мы тебя потеряли, Эрика!» – хмурится брат с нескрываемым недовольством, оценивая тесный капкан моего праздничного туалета. После того, как отец променял родительские хлопоты на бутылку виски, Артур взял на себя обязанности главы семьи, и для своих отвязанных двадцати пяти блестяще с ними справляется. «У нас в холодильнике всегда есть еда. Счета за аренду вовремя погашены, а его чрезмерный контроль над моей жизнью – это скорее побочный эффект, который можно перетерпеть». Я посылаю ему примирительную улыбку и, опустившись на стул, вновь украдкой смотрю на Кейна. Прослеживаю волевую линию его челюсти, тонкий с небольшой горбинкой нос и два зигзагообразных шрама на лбу, пока он сам продолжает вращать между длинных пальцев свернутую салфетку, наблюдая за ней из-под полуприкрытых век. Даже салфетка для него интереснее, чем я. И я совсем не списываю это на изъяны своей внешности. Отражение в зеркале и навязчивое внимание парней в старшей школе дают все основания быть уверенной в своей привлекательности. Но очевидно, что для Кейна я навсегда останусь младшей сестренкой его лучшего друга. «За тебя, Эрика!» – восклицает Анжела, перевешиваясь через весь стол, чтобы стукнуться со мной бокалом с вином. «За твое совершеннолетие и будущее поступление в университет!» Под общий звон хрусталя я обвожу присутствующих глазами и делаю крошечный терпкий глоток. Знаю, что Артур за мной наблюдает, и не хочу, чтобы он жалел о своем решении позволить алкоголю присутствовать на столе лишь потому, что его младшая сестра не знает меру. «Артур!» – деловито произносит Кристин, пока я пытаюсь изящно разделать стако при помощи вилки и ножа в попытке продемонстрировать исключительные столовые манеры. «Предки дали добро на покупку машины, а так как я в этом совсем не разбираюсь, мне бы пригодилась ваша с Кейном помощь. Скажем, в эти выходные». Все-таки Кристин – самая умная из нас троих. Она всегда подходит к достижению своей цели с умом. Вот и сейчас безошибочно угадывает, что самый эффективный способ заполучить Кейна во многочасовую близость – это действует через моего брата. Артур никогда не откажется поглазеть на автомобиле и, разумеется, позовет с собой своего лучшего друга. «Думаю, я выкрою на это время», – откликается брат и откусывает внушительный кусок тако, совершенно не заботясь, как это выглядит со стороны. «Разве стоит смущаться в компании неинтересующих тебя малолеток?» «А Кейн не сможет. Через два дня он уезжает в Нью-Йорк». «В Нью-Йорк?» – картинно распахивает глаза Кристин и переводит взгляд на Кейна. Выражение его лица остается неизменно скучающим. С легким кивком он тянется к бокалу с водой и делает ленивый глоток. Кейн открывает офис в Нью-Йорке и переезжает туда насовсем, великодушно поясняет брат, с нескрываемой гордостью поглядывая на друга. «Кровь ледяной волной приливает к щекам и груди, когда до меня доходит смысл его слов. Кейн переезжает за тысячу миль от нашего городка и, скорее всего, я его больше не увижу. И пусть между нами ничего не может быть, я готова и дальше продолжать довольствоваться теми моментами, когда мы сталкиваемся в дверях гостиной или когда я чувствую мятно-табачное дыхание на своем предплечье, ставя перед ним кружку с приготовленным кофе. А теперь, выходит, даже этим маленьким радостям моего сердца придет конец. Забыв об обещании не налегать на выпивку, я обхватываю похолодевшими пальцами ножку бокала и до дна осушаю его содержимое. Опьяняющий дурман мягко ударяет по затылку, но не приносит ни унции облегчения моему отчаянию. Как же это неправильно, что я умираю внутри от одной мысли, что больше никогда не увижу Кейна, а ему все равно. Мы ведь знакомы больше пяти лет, а если бы не очередная попытка Кристин заигрывать с ним, то я бы даже не узнала, что он насовсем покидает наш захудалый городок. Давайте включим музыку. Тряхнув золотисто-рыжеватой гривой с плетенными в нее разноцветными нитями, Анжела подпрыгивает со стула и несется к стоящей в углу колонке с явным намерением поставить что-то из своих любимых композиций. В честь именинницы! Тычет пальцем в кнопку музыкального центра, оглашая гостиную звуками романтичной баллады и отвешивает глубокий поклон. Глаза помимо воли нащупывают Кейна, посылают немую мольбу меня пригласить. Наверное, хорошо, что в этот момент он продолжает щелкать пальцем по экрану мобильного и не замечает всей глубины моего отчаяния. Эрика, рука Макса ложится на мое плечо. Потанцуем? Я бросаю последний взгляд через весь стол и, убедившись, что моей робкой надежде получить желанный подарок суждено быть погребенной под тоннами безразличия, позволяю увлечь меня в центр комнаты. «У меня есть для тебя еще один подарок», удерживая ладони на весу чуть ниже моих ребер, тихо произносит Макс. «Очевидно, он, как и я, чувствует на себе наблюдательное око брата. Можешь зайти ко мне завтра, и я тебе его отдам». Вот почему я не могла влюбиться в такого парня, как он. Макс симпатичный, высокий и не похож на перекачанного подростка, застрявшего в переходном возрасте, как большинство моих сверстников. Учится в университете, а по выходным подрабатывает диджеем в местном клубе, где пользуется популярностью среди тусовщиц. Влюблен в меня года два и неоднократно давал понять, что готов вступить в отношения. Жаль, что сердцу не прикажешь. Краем глаза я замечаю, как Кристин, поправив грудь, укомплектованную внушительным пушапом, поднимается с места и решительно идет к Кейну. Сердце опутывается болезненной паутиной ревности. Склонившись к нему так близко, как я себе никогда не могла позволить, она что-то заговорщицки шепчет ему на ухо. Я перестаю дышать и стискиваю рубашку Макса в кулаках так сильно, что он начинает смотреть на меня с удивлением. Неужели он подарит ей танец? Мой прощальный танец! Но вместо этого Кейн уворачивается от волос, задевающих его щеку, и раздраженно, сжав челюсть, мотает головой. А пока Кристин пытается свыкнуться с очередным поражением, поворачивается и смотрит прямо на меня. Его темные глаза слегка сощурены, когда он скользит взглядом по моему лицу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok